МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После столкновения Гранта продолжила движение и ударила остановившийся на развороте Hyundai Elantra под управлением 61-летнего мужчины. К месту происшествия были направлены экстренные службы. Прибывшие сотрудники МЧС осмотрели автомобили. У всех машин были отключены аккумуляторы во избежание замыкания проводки и последующего возгорания. Бригада медиков осмотрела всех участников аварии. Помощь потребовалась пожилой пассажирке автомобиля Lada Priora. После оказания первой медицинской помощи пенсионерке было назначено амбулаторное лечение. В кармане 9-го квартала автомобиль Lada Granta сбил пешехода. Момент ДТП был записан видеорегистратором. Со слов автовладельца, во время движения по внутриквартальному проезду его ослепило яркое солнце, и мужчина не заметил пешехода, который стал пересекать проезжую часть. В итоге Lada сбила женщину, которая ударилась о капот и упала на асфальт. О произошедшем сообщили в службу 103. Вместо ДТП была направлена бригада медиков. Прибывшие врачи осмотрели пострадавшую. С предварительным диагнозом «перелом руки» женщину доставили в больницу. Кто виноват в ЧП, сейчас выясняют сотрудники госавтоинспекции. Несоблюдение дистанции привело к аварии на Ленинском проспекте. Оба водителя двигались в попутном направлении со стороны улицы Революционной в направлении Юбилейной. Мужчина на Митсубиши по неустановленной пока причине допустил столкновение с Ладой. Удар пришелся в заднюю часть кузова. В момент ДТП в салоне Гранты находилась женщина 69 лет и девочка 5,5 лет. При ударе они получили небольшие травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Оба автомобиля получили механические повреждения. На месте дорожного ЧП работали сотрудники МЧС и госинспекторы. На улице Дзержинского столкнулись два автомобиля. Как стало известно, водитель Пежо двигался со стороны улицы Революционной в направлении Московского проспекта. Мужчина на Гранте при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу иномарке. В итоге произошло столкновение. Лада врезалась в пассажирскую сторону Пежо. Лишь по счастливой случайности в аварии обошлось без пострадавших. Оба автотранспорта получили серьезные повреждения. ЧП не обошлось и без помощи эвакуатора. Оформлением происшествия занимались сотрудники ГАИ. Во втором квартале женщина на колене столкнулась с мотоциклистом. ДТП произошло на бульваре Кулибина в районе дома номер 19. Из данных, собранных сотрудниками ГАИ, стало известно, что владелец Алады двигалась в жилой зоне со стороны проспекта Московский в направлении улицы Революционной. На перекрестке неравнозначных дорог женщина не уступила дорогу мотоциклу, приближающемуся справа, со стороны улицы Свердлова. Произошло столкновение. Парень 99-го года рождения врезался в пассажирскую сторону Лады, разбив при этом стекло. От сильного удара молодой человек упал на асфальт. Ему потребовалась медицинская помощь. Первыми к месту прибыли сотрудники МЧС, следом бригады медиков. Врачи осмотрели пострадавшего. Было принято решение о его госпитализации в городскую больницу номер 5. На территории Ставропольского района на улице Барковской загорелся автомобиль. ЧП произошло на въезде в дачный массив «Ветеран». Сообщение о возгорании автомобиля поступило около 4 часов дня. Буквально через несколько минут огнеборцы из 30-й пожарной части уже были на месте. По прибытию было установлено, что загорание автомобиля Hyundai Solaris произошло в движении, и автомобиль уже был полностью охвачен пламенем. Пожарные приступили к тушению. На ликвидацию возгорания ушло около 20 минут. За рулем автомобиля был мужчина, 91-го года рождения. На месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. По результатам проверки будет установлена точная причина пожара. К сожалению, несмотря на все усилия огнеборцев, машина выгорела полностью. На днях сотрудники МЧС тушили припаркованный в 16-м квартале автомобиль. Сигнал службу 101 поступил поздней ночью. Сообщалось, что на парковке у дома номер 33 по улице 70 лет Октября горит автомобиль. Прибывшие огнеборцы быстро ликвидировали возгорание. На месте задержали мужчину. У автомобиля лежала бутылка. Вероятнее всего, в ней находилась горючая смесь. По предварительным данным специалистов, автомобиль подожгли. Произошедшим продолжат разбираться сотрудники полиции. На территории Тольятти наблюдается рост аварий с участием несовершеннолетних. С начала 2024 года произошло 74 аварии, в которых 78 детей получили травмы. К сожалению, в большинстве случаев именно родители несовершеннолетних подвергли своих детей опасности. Родители, которые являются водителями. К огромному сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда водители не пристегивают детей ремнями безопасности и перевозят малышей без детских удерживающих устройств. Детские автокресла обязательно должны быть закреплены должным образом в автомобиле. Важно обеспечивать безопасность ребенка не только во время движения, но и при посадке и высадке из транспортного средства. Сотрудниками госавтоинспекции и педагогами образовательных организаций города Тольятти проводится большой объем мероприятий по предупреждению и профилактике дорожных происшествий с детьми. Но стоит помнить, что именно родители должны формировать у ребенка навыки безопасного поведения на дороге. Помните, жизнь и здоровье ваших детей зависит только от вас. Берегите себя и своих близких. Что делать, если вы не сдали теоретическую часть экзаменов ГИБДД и как поменялся проходной экзаменационный бал? Об этом рассказали в Тольяттинском РАО. С 1 апреля 2024 года в административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских устранений внесены изменения в части приема экзаменов на право управления транспортными средствами. А именно, кандидату в водитель, не сдавшему теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее, чем через 7 и не позднее 30 пелендарных дней со дня предыдущего не сданного теоретического экзамена, а для кандидата в водитель, не сдавшего теоретический экзамен с 3 и последующей попыток, не ранее, чем через 6 и не позднее 9 месяцев, со дня проведения предыдущего не сданного теоретического экзамена. Изменились также и проходные баллы. До 1 апреля этого года максимальное количество штрафных баллов было 4, на сегодняшний день 6. С начала 2024 года студентов, успешно сдавших практические экзамены, стало больше. Статистика аварийности среди молодых водителей снижается. Это говорит о качественном уровне подготовки новоиспеченных автовладельцев. Первая помощь при ожогах. Избавить пострадавшего от воздействия высокой температуры. Прилипшую одежду не отрывать. При наличии бутылки с водой облить место ожога. Если есть доступ к проточной воде, охладить место ожога в течение 10-15 минут. Накрыть сухой чистой тканью. Обеспечить пострадавшего питьем. И обеспечить наблюдение за пострадавшим до приезда бригады скорой помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова